Смотрите, у нас есть глобальный тактический контекст, о котором мы поговорили, и условно, как бы, локальный. То есть, что имеется в виду, я могу отмахиваться, грубо говоря, в ситуации, когда у меня есть маневр, и когда я уже, скажем так, сжат либо каким-то вот этим пространством, либо же уже сразу же человек, да, вот я вот нахожусь в нем, так, господи, боже мой, где-то вот здесь вот. В первом случае, особенно, ну, фехтовальщики-ножеряки, мы хотим встать, как мы только что били, да, с правой ногой впереди. Почему? Потому что это позволяет нам выиграть максимальную дистанцию атаки, ну, очевидно, что я здесь достаю дальше, чем если я бьюсь здесь. Первое. Второе. У меня шире, в правосторонней стойке у меня шире сектор, куда я результативно попадаю. То, что мы делали на прошлом занятии. Я могу ударить вперед, могу ударить в сторону, могу ударить вперед, могу ударить в сторону. И везде это, в целом, будет достаточно хороший результативный удар, а не как-то мах там или еще что-то. Если же, если левосторонняя стойка, очевидно, что, во-первых, у меня сюда я уже не могу ударить максимум скормить человека. Вот. А самое главное, что мы, ну, на «Ж» постоянно говорим, в ситуации, когда я могу маневрировать, у меня несколько противников, правосторонняя стойка, в чем предпочтительно. Если я, значит, вроде как собрался бить его, но в какой-то момент этот матчик попадает мне назад. И как-то чаще походу, да. Что получается, в случаю, что у меня правая нога впереди, я забираю руку по себе, и могу сразу же к нему развернуться. Соответственно, если я стою к нему лицом, да, это может меня включить, но я хотя бы могу улыбаться, у меня нет шанса руку вырвать. Ибо хотя бы успеть ее к себе дернуть, почему-то, ну что-то, да, вот эти раз, и просят вжимать. Я, значит, левосторонняя стойка, и вот что получается, он у меня обладает, а он оборачиваться мне уже некуда. Я не могу включить спину, ничего, у меня самые сильные, получается, проводят в эту сторону, но и что я не пробиваю, практически ничего. Поэтому, правосторонняя стойка, чем дальше хорошая, я вот вверх могу лежать, я не буду на этом, и, соответственно, выезжать. Здесь же все, если я пошел сюда, во-первых, как вы видите, я проигрываю дистанцию, в этот момент вот ходит меня, скопотает, и, соответственно, да, кроме того, куда-то долгите, куда-то, вот, вот, пах, у меня. Итак, это в случае, когда есть маневр, мы стараемся делать вот такой же, когда уже близкая дистанция, либо же подразумевается не попрыгать, там, подраться, а конкретно влететь и высыпать, мы становимся в левой стороне стойка. Почему? Опять же, у меня один поднял, и мне нужна основная тема, это выдать максимальное количество ударов вот, вот, туда-туда, поэтому, что я делаю, я остановлюсь, я хватаю и начинаю вот так забивать, потому что при ударах мне легко вкрутить бедро, и вот оно, собственно, куда-то все поедет. Итак, сейчас мы с вами поработаем на эту тактную стойку, влево-стороннюю стойку, как в прошлый раз, только чуть поменьше, я могу просто бросить руку вперед и с шатом отсюда ударить под руку. Почему под руку? Потому что, ну, сверху не очень удобно, а тут я как, я его взял и бах, я начинаю туда вот пить. Ну, просто, чтобы это не было такое, что я стою и куда-то там в сторону, нет, я должен четко пить вперед. Те, кто был в прошлый раз, могут сразу вспоминать защиту. Я стою, влетел, бах, удар, влетел, взяли. Ага. А знаю, в чем суть, это бум, пойти туда с бедром, чтобы максимально весом передать удар. Еп! Прошу понять.